Время Столько уже разных всевозможных неприятностей, которые... И сейчас как? Они будут нас патрулировать? А мы что? Ну, я не знаю, возможно ли эта ситуация совместно. Вы же поймите, с той стороны такое отношение. У нас уже, будем говорить, и как это... Я просто даже не представляю, как это возможно. Я это не поддерживаю. Ни их решения, ни украинскую власть. Ну и наши люди, я тоже думаю, что они согласятся на это. Ни на какие патрули, ни совместные, ни с их стороны какие-то. Ну, вообще, если вот послушать это предложение, то оно, мне кажется, такое, в части популистское, ориентированное, может быть, на аудиторию в своей стране. Типа, ага, ребят, давайте вот такое вот предложим. Понятно, что здесь вряд ли кто-то согласится. Если бы что-то параллельное, зеркальное бы предлагалось и на той стороне, чтобы паритет какой-то был здесь вместе и там вместе, тогда это было бы конструктивно, тогда это была бы попытка наладить какой-то диалог. То есть, если двусторонняя история, да. Ну, не знаю, наверное, народ будет против. Как бы, это затея будет ни к чему. То есть, вообще, как бы, ну, она не нужна здесь патрулить. Да нечего нас патрулировать. Мы сами себе хозяеваты. А от кого защищаться? От кого патрулировать? От Украины? Это глупость. Да, было бы интересно. Ну, действительно. Оружие должно быть у тех, кто имеет право на оружие, умеет с ним обращаться, и те, собственно, кто и должен носить. Ну, у кого еще это может быть? Не знаю, наверное, вряд ли. Нет, конечно, не пошел бы. Потому что, ну, это, я даже не знаю, прям, это ненормально, наверное, такое. Не пошел бы. Ну, начнем с того, что это неправильно. Мы тут, уже у нас своя, как бы, республика. И я вообще не понимаю этого Зеленского. Он обещал мир, мира никакого нет. Стало еще хуже. Поэтому я не пошел бы в патрули. Я возьму автомат опять заново, сам с 14-го. И, может, скажи, застрелю там. И это они, кто там придет на нашу территорию.